Друзья, всем доброе утречко! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в Таиланде. Сегодня мы будем смотреть дома. Потому что я показывал очень много квартир, но некоторые пишут, что Алексей, не нужны нам квартиры, мы хотим посмотреть дом. Поэтому сегодня посмотрим три варианта в разных ценовых категориях. В этом нелегком деле мне поможет Ирина. Она впервые на моем канале. Здравствуйте! Ирина, куда мы приехали? Что это за место вообще? Мы приехали в поселок. Называется он Бандусид. Здесь шесть поселков, более 750 уже готовых построенных домов. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Пойдемте. Пройдемте. Начнем мы здесь сразу с парковочного места. В своем доме вот здесь парковочное свое место. Проходим дальше. Практически в каждом доме здесь есть свой бассейн с небольшой, но территорией у дома. Вот сразу хотел спросить по обслуживанию. Это кто дело обслуживает? Это обслуживает управляющая компания. Ну, чистка бассейна оплачивается отдельно. А сколько стоит чистка бассейна? Вообще это зависит, конечно же, от размера бассейна, но в среднем это 1000-2000 бат ежемесячно. Ну, если бассейн нуждается. Пожалуйста, проходите. Я вам расскажу про дом. Данный дом с двумя спальнями и двумя санузлами. 138 квадратных метров площади и 256 квадратных метров земли. Естественно, сюда входит территория бассейна, ну и сам дом. Пожалуйста, проходите. Здесь главная спальня. А в этих домах, получается, что мы видим, так он и продается, да? Да. Данный дом стоит 6 250 000 бат. Полностью включена вся мебель, техника. Когда найдется покупательный этот дом, здесь застройщик установит кондиционеры. Произведет еще косметический ремонт перед заездом. Ну и готов к заселению. Давайте сейчас походим по комнатам. Итак, это у нас первая комната. Здесь у нас санузел. Тоже санузел здесь огромный. Для уточнения, мы показываем сейчас, это абсолютно новый дом. Тут еще никто не жил, да? Нет, никто не жил. И что-то из дополнительного еще будет, потому что вот квартиры смотрели, там говорили, техника входит. Здесь какая-то техника будет? Да, конечно, как я вам уже и сказала, когда найдется покупательный этот дом, застройщик установит здесь микроволновую печь, холодильник, все телевизоры, кондиционеры. То есть к заселению здесь будет все включено. Да, а сколько здесь кондиционеров будет? А будет три в двух спальнях и один в гостиной. В общем, в принципе, тут, я думаю, по видео все понятно. Зона кухни. Здесь у нас большая комната. И здесь у нас вот вход в одну спальню, в другую спальню и гостевой санузел. Какие-то, не знаю, там нюансы по оформлению этого, как это все происходит здесь? Ну, здесь по данному дому будут дополнительные платежи к оформлению. Это установка счетчиков, переоформление в собственность и открытие компании. Хочется развеять, вернее, миф о том, что иностранец не может владеть землей в Таиланде. Это на самом деле неправда. Иностранец может владеть, но на компанию. То есть при приобретении дома вам нужно будет открыть юридическую компанию. И на балансе компании будет записана ваша недвижимость и ваша земля. Ну, этим же занимается ваша компания, правильно? То есть человек говорит, я хочу купить, и вы уже все это дело оформляете, правильно? Ну, мы этим не занимаемся, но мы можем помочь в оформлении. Также у застройщика есть тоже такая, так скажем, не услуга, но они могут предоставить вам помощь в этом. Вот хотел спросить по поводу ворот. Здесь как это правильно называется? Автоматические? То есть там на кнопочку нажал, они открылись, да? Да, это автоматическая система. И хочется еще добавить, что у каждого дома есть сигнализация и охрана поселка 24 на 7. То есть это закрытая территория? Закрытая территория, да. Закрытая территория. Можете посмотреть, какая красота здесь. Еще раз можно уточнить по стоимости, сколько в батах это стоит? Значит, стоит он 6 250, 6 миллионов 250 тысяч бат. Да, ну и сконвертируем там в евро примерно. На евро это примерно 237 тысяч евро, ну, 500 где-то примерно. Ну что, мы подъехали к следующему дому. Это прям такая огромнейшая махина, двухэтажный дом. Сколько метров? 260 квадратных метров площадь дома и 4 сотки зубин. Парковочное место. Я не знаю, сколько здесь машин. 4? 4 машины где-то поместятся. Парковочное место. Машины здесь побольше бассейн. Пойдемте посмотрим. Здесь даже джакузи есть в бассейне. Так, я вам так одним кадром показываю территорию. Это шикарная территория. Здесь у нас зона, наверное, для мангала. Не знаю, для чего эту зону можно использовать. Для шезлонгов. Вот он, бассейн. Зона джакузи. И сам бассейн. На улице у нас есть отдельный душ. Ну что, давайте будем проходить в дом. Посмотрим, что там внутри. Какая стоимость этого дома? Стоимость дома 13 миллионов бат. Застройщик нам дает возможность купить этот дом в рассрочку. Рассрочка будет у вас на год. Условия на самом деле все индивидуальные. Когда-то застройщик берет 50% от стоимости. И оставшуюся сумму разбивает равными частями. Когда-то 30%. Все на самом деле индивидуально. А в евро это примерно 342 тысячи евро. Это стоимость вот этого дома? Стоимость этого дома под ключ. Включена техника, мебельный пакет, кондиционеры. Все включено. Если покупатель оплачивает в течение месяца полную стоимость, то мы можем получить миллион бат в скидку. Это примерно 27 тысяч евро. И хочется, конечно же, еще добавить об обслуживании такого дома. Обслуживание такого дома обойдется в полторы тысячи бат в месяц. В месяц это примерно, ну, грубо говоря, я не знаю сколько, 20. Примерно 40 евро. То есть, получается, вы платите, ну, там не 40, 37 евро получается в месяц. За охрану, короче, за уборку территории, за все остается. Получается, что? Вот чистка бассейна, когда она необходима. И уже свет, вода. То есть, ну, сколько вы потратили, столько и заплатите. Мы сегодня так вам быстренько показываем, чтобы вы имели представление вообще, что здесь есть, что почем. Контакты есть под видео. Если нужна прям подробная информация, обращайтесь по этим контактам. Итак, у нас получается огромная здесь такая кухня-студия. Скажем так, зона поделена вот такими колоннами. Ну, короче, мне, честно сказать, планировка очень нравится. Очень классно здесь. А телевизор тут тоже будет, да? Я смотрю, телевизора нет. Да, мебельный пакет, техники пакет. Все привезут уже тогда, когда готовы будете заселиться. Холодильник тоже будет. Холодильник стоит уже в упаковке. Да, что мне... А, холодильник уже стоит. Что меня удивило в Таиланде, что уже продается полностью с техникой. Короче, приезжай, живи. Это у нас кухня. Так, я думаю, в какую дверь заходить. Давайте выйдем на улицу. Можем из кухни выйти. У нас есть, как это правильно называется, задний дворик. Так, проходим. Здесь у нас вход, да? Здесь у нас вход на парковку. Да, можно выйти, как вы сказали, в окно. И во главную дверь. На первом этаже гостевая спальня. Небольшая, но гостей можно положить. Да, вот она спальня. Давайте заглянем в шкаф. Напишите, как вам. Затем гостевой санузел. Потолки здесь высокие. Дом просто огромный. Короче, вот смотрите. Эти зоны еще можно будет как-то использовать. Что-то доделывать. Короче, как-то переделать, если нужно. Давайте будем подниматься наверх. Так, про лестницу. Я не эксперт в лестницах. Я вам просто ее покажу. Но, по-моему, выглядит все очень классно здесь. Итак, мы поднялись на второй этаж. Что тут есть? Одна спальня, вторая спальня, третья спальня. Потом это у нас, скажем так, техническое помещение. Небольшая такая кладовка. И выход на террасу. С чего начнем? Давайте начнем со спальни, да. Итак, первая спальня. Смотрите, спальня называется, ну, точнее, комната. Мечта любой женщины. У нас огромная спальня. Затем, смотрите, что находится за моей спиной. Ну, она очень просторная. Большой такой столик. Я не знаю, это для косметики. То есть, тут везде есть выдвижные такие полочки. И смотрите, какой здесь гардероб. Зеркало придает объем. Это отдельно гардеробная комната. Затем, опять же, есть отдельный столик. Не знаю, там, может быть, для того, чтобы краситься или что. Ну, короче, каждая женщина найдет, для чего он нужен. И ванная комната. Мы выходим. Я уже сказал, здесь отдельная такая кладовка. Техническое помещение. Дальше. Заходим во вторую спальню. Опять же, есть небольшой балкончик у спальни. И есть собственный санузел. Это очень удобно, когда приезжают гости. Вы их заперли в своей комнате и не выпускаете. Все. Я уже не буду открывать все шкафчики. Вид у нас здесь на лес, на джунгли. Или как в Таиланде это дело называется. Можно слушать шум природы. На самом деле здесь так громко поют птички. Особенно по утрам. Ну, приятно поют. Иногда бывает, стая прилетит и так некрасиво орет. А тут прямо они поют. И давайте будем переходить в следующую комнату. Третья комната. Тоже имеет свой санузел. Санузлы, в принципе, здесь, ну, как бы, похожи. Сама комната. В каждой комнате есть кондиционер. Шкаф. Опять же, столик. И выход на террасу. Терраса здесь соединяет все комнаты. Слышите, птичка поет. Ну что, напишите, как вам цена. Я, честно сказать, привык, что, когда показываю такую огромную махину, сразу цена миллион. Миллион, а тут вот 342 тысячи еще, ну, примерно 342, это мы так конвертируем в голове. И сколько там, 27 тысяч, еще скидка, если вы в течение месяца это дело оплачиваете. Напишите, как вам дом. А мы будем смотреть следующий, последний. Мы сейчас будем смотреть третий дом. Получается, вот это как коттеджные поселки, и у них еще есть общая территория. Вот в данном случае это у нас, что здесь есть? Это третий поселок. Здесь у нас есть такой мини-аквапарк. Также хочется заметить, что в каждом поселке есть своя какая-то инфраструктура. Фитнес-зал, там, хамам, баня. Практически есть в каждом поселке. Ну, вот в данном поселке есть вот такая вот красота для детей. В шестом поселке, где мы были до этого, там свое озеро. Получается, вы платите, вот, сколько мы сказать, 37 евро за обслуживание. И это как бы не просто входит охрана там и подметание улиц. А здесь вот видите полноценные аквапарки, тренажерные залы, детские площадки. То есть обслуживание вот этого всего сюда входит. Ну что, мы подъехали к следующему дому. Короче, сегодня видео такое, знаете, у нас интересное получается по ценам. Этот дом у нас не новый, да, уже? Нет, этот дом не новый. Мы сейчас находимся в первом поселке, в самом-самом первом, с чего вообще начинали здесь строительство. Дом, дому 15 лет, состояние прекрасное. Можете проходить здесь 6,5 соток земли, 3 спальни, бассейн, очень огромная территория. Пойдемте, я вам все расскажу и покажу. Да, вот просто тоже многие спрашивают, говорят, вот мы купим дом, но если новый дом, и что же там с ним будет там через 3 года, через 4, он там может рассыпется, не знаю, как картонная там коробка сложится. Дому 15 лет. Вот, давайте зайдем посмотрим, и сейчас вы услышите цену, цена просто. Ну, короче, давайте сейчас мы посмотрим дом. Территория просто гигантская. Вот вы заходите, иногда, знаете, говорят, лучше купить вообще вторичку, сделать здесь ремонт. Вообще ремонты здесь дорого стоят рабочие или нет? Вы знаете, застройщик дает такую возможность приобретения вторичного дома, также в рассрочку. И дополнительно вы можете приобрести дом, вот данный, к примеру, дом, он стоит 8,5 миллионов, это в среднем 230 тысяч евро. Вы можете заказать у застройщика, сделать ремонт, сменить мебельный пакет, вот мы до этого были с вами в шоуруме, и все застройщик в течение года сделает под ваш заказ. В среднем мебельный пакет от миллиона до, ну, мебельный пакет, ремонт от миллиона до трех миллионов, в зависимости от площади дома. Давайте посмотрим, огромная зона для готовки, кухня, ну, короче, вот сделано классно, то есть вот как бы зона отделена, потом большая такая комната. А вот в этом доме он продается вот тоже с мебелью, то есть вот что видим, так и продается, да? Наверное, да. То есть, в принципе, в этот дом тоже уже можно заезжать и жить. Так, мы выйдем к бассейну немножко попозже. Так, это у нас кухня-студия, места тоже огромное количество, можно тут фантазировать, ставить, не знаю, там шкафы, ну, как-то это все красиво делать. Вот, место тут позволяет. Давайте зайдем в первую комнату. Так, первая комната у нас тоже она, ну, то есть тут уже мебель есть, все есть. Мебель, понятно, не новая. Телевизоры, кондиционеры. Напишите, как вам. Ну, сейчас мы еще выйдем на улицу, посмотрите. Ну, цены, по-моему, здесь очень классные, мне показались. Так, это мы были в одной комнате, сейчас заходим во вторую комнату. Еще есть и третья комната. Комнаты просто гигантские. Огромная такая тумба с телевизором, потом санузел. Я уже одним кадром обснимаю. Дальше переходим в следующую комнату. Есть еще, как бы, отдельный санузел гостевой. Есть ванна. Ну, сейчас, видите, вот квартиры делают, то есть, таких, скажем так, серо-белые. Вот такие тона. Тут, конечно, такая красная ванна, это уже на любителя будет. Ну, это все понятно. Вторичка, и это можно будет переделать. И еще одна комната. Получается, три комнаты. Дом, конечно, здесь просто огромный. Здесь столько места. Еще есть личный бассейн. Так, давайте будем выходить к бассейну. Комнату я вам показал. Итак, здесь у нас бассейн. Отдельно стоит такая беседка. Плюс еще огромные зоны есть. Может использоваться как угодно. Здесь у нас тоже деревянная мебель. Холодильник. Мойка. Можно поставить мангальчик. Напишите, как вам. По-моему, вообще классно. По обслуживанию бассейна мы уже говорили. Кто мечтает о собственной пальме во дворе. Смотрите, тут даже кокосики растут. Вообще, эта территория, она такая тихая, спокойная. Кто не хочет жить в городе, кому не нужен этот весь, скажем так, движняк. Да, я сама живу в доме. Я очень люблю эту приватность. И для любителей уединения и тишины, то поселок подойдет как раз-таки для проживания. Также здесь можно проживать с животными. Не в каждом жилищном комплексе это разрешено. Здесь большая территория. Пожалуйста, для собак, для кошек. Застройщик вполне одобряет проживание. Для обезьянок. Ну, кто что хочет. Мне историю рассказывали, что тут со львом катались. Да, 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 тоже было. Но там все закончилось полицией, поэтому... Без фанатизма животных заводят. Люди тигров заводят у себя дома здесь? Здесь могут заводить кого хотят. Мы будем покидать это прекрасное место. Но вот тайская деревня, вот деревня, это, знаете, не земляные дороги. То есть здесь все, как бы, есть дорога. Здесь вот просто тишина и спокойствие. Стоят домики. Вот кто хочет жить в спокойствии, уединиться, вот тому, конечно, нужен дом. Вот многие спрашивали как раз вот про дома в Таиланде. И эта тема сейчас, кстати, очень популярная здесь. Смотрите, мы подъехали к кафешке. Здесь на территории вот этих вот коттеджных городков есть православная церковь. В общем, по поводу инфраструктуры, везде есть детские площадки, спортивные площадки, баскетбольные, футбольные. Давайте скажем огромное спасибо Ирине за то, что нам показала и рассказала. Вообще у вас, я так понял, домов огромное количество в продаже есть. Вот где смотреть актуальные новости, вот когда что-то появляется хорошее? Где это все? Да, несмотря на то, что мы находимся в 20 минутах езды от поселка, территории здесь большие и домов, конечно же, большой выбор. Чтобы смотреть и узнавать наши новинки, вы можете подписаться на наш телеграм-канал, инстаграм и быть в курсе всех новостей. По поводу того, какие здесь есть рестораны, я показывал, много есть тайских ресторанов, но вот конкретно здесь мы зашли, смотрите, делают английские завтраки, цены написаны, в принципе, можете ставить стоп-кадр. Мидии, пиццы, овсяная каша, яйцо Бенедикт, я такого даже никогда не ел. Смотрите, разные такие вот красивые салатики, салат Цезарь. Вот, в принципе, многие спрашивают, салат Оливье, что есть здесь из не тайского. Короче, кухни здесь есть разные, также сказали, работает доставка в эти коттеджи, поэтому с едой здесь проблем нет, и доставка работает вообще круглосуточно. Котлеты, борщи, уха, поэтому вареники, пельмени. Выбор огромный всего. Я вам так быстро показываю. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Желаем вам, как всегда, счастья, крепкого здоровья, мира и всего вам самого лучшего. Также дом в Таиланде, вертолет и яхту. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok